Всем привет, меня зовут Наталья, вы на канале NettoBet, это блог о парфюмерии. И сегодня мы с вами будем говорить о классных морских акватических ароматах. Вообще акватик это тема, которую избегают порой даже паров любителей, потому что даже буквально на днях, когда я говорила, что рассматриваю акватику, мне мои друзья и знакомые сказали, как так, как ты пришла к акватике. Есть ощущение, будто к нему такое немножечко, ну как бы снисходительное отношение. Цитрусы это уже благородно, это уже красиво, мы ищем красивые цитрусы, горькие, терпкие и так далее. У гурманики уже тоже поменялось отношение, там много интересных ароматов с какао, не с какао, ну в общем с термису, с шоколадом, с знаете, какими-то изысканными десертами. А с акватикой пока еще непонятно, кажется, будто это не так серьезно. На самом деле это такая, знаете, последствия того, что, наверное, старт вообще всем акватическим ароматам заложил в 88 году Cool Water от Давидов, и это была такая, ну легкая, я бы не сказала бы, что посредственная, но очень легкая, простая водичка, да, приятная, но особо не отображающая какой-то конкретный характер, в то время как были другие яркие ароматы, которые, можно так сказать, могли представить женщину, как, не знаю, как какую-нибудь богиню или независимую, или, не знаю, очень очаровательную такую кокетку, то с акватическими ароматами непонятно, особенно когда они на женских, да, плечах, на женской шее, вообще не ясно, что это и что с этим делать. Дальнейшее развитие этому направлению, я думаю, что все-таки дал новый, точнее, виток даже развития этому направлению Джо Малон с его известной солью, и вот тогда уже люди обратили внимание на акватику и подумали, что она может быть стильной и красивой. Для меня, лично для меня, она очень много значит. Вообще, конечно, она бывает разная, потому что акватика в природе-то разная, по-разному пахнут водоемы, какие-то карьеры, пруды, реки, и по-разному абсолютно пахнет море, и я не знаю, как пахнет, но, наверное, тоже по-другому океан. Я люблю морские ароматы в основном, но мы сегодня с вами поговорим даже о море, которое бывает абсолютно разным, от теплого, доброго и приветливого, да, в штиль, до какого-то злого, штормового, потому что, например, тот же самый Айвазовский написал 6 тысяч картин моря, и, как вы понимаете, оно бывает абсолютно разным. Даже он это знал, ну, в смысле, даже он это знал, а парфюмеры, ну, как бы, и тоже знали. Хотя, кстати, в парфюмерии в основном все-таки морские ароматы, сразу вспоминаются какие-то такие, знаете, вот, игривые, там, Beach Walk от Amazon Marten Margiela, какие-то еще там Imaginary Outers у них есть тоже, аромат, нет, Le Voyage Imaginaire, у них есть аромат, посвященный морю, но в основном там, знаете, вот этот вот крем для тела, песочек, чуть-чуть соли, и в основном это все тема вот этих вот пляжного нагретого тела. А мы с вами поговорим, в общем, об абсолютно разных ароматах, и один мне тут затесался не морской, но не могу о нем не сказать, потому что сейчас стоит у меня на полке. И давайте начнем, да, и я еще раз напоминаю, что все ссылки на ароматы есть в описании, и вообще вся информация есть в описании, вы также можете путешествовать по тайм-кодам. И начнем. И начнем мы с вами с моего любимчика в последнее время, это аромат Finisterre от бренда, о господи, Мария Кандида Жентиль. Вообще, что по бренду? Очень редкий это бренд, посмотрите, какая красота, мне очень нравится цвет, мне очень нравится эмблема, все немножечко в старину, как я люблю. Очень редкий бренд среди парфлюбителей. Вот Саша недавно мне приносил люк аромат послушать, и я уже тогда обратила внимание, когда-то очень давно в бородатых годах я обратила внимание на аромат экзульта, который не всем нравится. Но когда я искала для себя морской аромат, а морской аромат я ищу в последнее время, потому что что, я уже очень давно не была на море, и, видимо, меня совсем накрывает, я вот ищу какие-то инжиры, море, кокосы, все, жесть. Вот, в общем, я обратила внимание на этот аромат в подборке. И когда я его тестировала, я просто сошла с ума. Он невероятно красив, он очень классный. Давайте про то, чем он пахнет. Это здесь по нотам, да, сосна, соль, амбра серая и бессмертник. Но пахнет это, боже, у меня сердце замирает. Я обожаю вот эти ситуации. Вот в последнее время у меня все ароматы, чтобы сердце замирало. Пахнет это, ну, солью, очень сильно, очень сильно солью. Буквально вот вы вышли, кстати, с блотера хуже пахнет, честно скажу. Буквально вы вышли из воды, из моря, и на вас не было никакого средства для загара. Либо оно было, но без запаха, потому что, я уже сказала, в парфюмерии часто вот эта вот загарная тема. Вот чуть-чуть там где-то кокостика дозатесалась с френджепуани. Вот здесь такого нет. Здесь чисто ваше тело и соль воды. Вот такой вот, знаете, хорошего, там, не знаю, чистого черного моря. Оно бывает чистым, поверьте. Почему я хочу обратить на это внимание, потому что действительно нет здесь таких сладких оттенков. Здесь есть легкая теплота, которую дает, наверное, серая амбра, но при этом она больше соли дает, чем теплоты. То есть нельзя сказать, что аромат мужской, аромат там какой-то терпкий, горький. Он такой, знаете, сглаженный все-таки, сглаженный. Но все же он такой прям очень нейтралистичный, и мне дико нравится это сочетание. Конечно, нота кожи здесь передана легкой пряностью, это нормально, но нет запаха пота. То есть тело чистое, вышло из воды, тело чистое и нагретое. Как вот пахнет у вас в складочках, не знаю, локтя, да, или подколенки, ну, вы, конечно, так не дотянетесь. Ну, в общем, у кого-то пахнет подколеночками, когда вы выходите из души. Чистое тело, плюс соль, плюс немножечко, знаете, ветра, который приносит ароматы, возможно, хвойных деревьев у берега. Вот в Крыму такая красота. То есть перемешивается запах соли, хвои, каких-то камушков, и вот тело великолепный. Мы сейчас с мужем носим просто, вот мы утром выхватываем из рук, потому что, ну, как бы мы редко ходим в одном и том же аромате вместе. И поэтому мы обычно там, кто быстрее схватит, вот у нас с этим ароматом началась вот эта вот игра, кто быстрее схватит этот аромат с полки. Этот аромат мне приехал из магазина Оренталь. Хочу вам еще раз рассказать про этот магазин, магазин оригинальной парфюмерии, и в нем очень хорошие низкие цены. Я про него очень часто рассказываю в Телеграме и здесь уже рассказывала, ну, потому что реально у них очень вкусные ценники и очень хороший выбор. Вот буквально есть такие интересные бренды, есть какие-то редкости, то есть, ну, помимо, понятное дело, каких-то популярных ароматов. И Оренталь любезно нам предоставили скидку по промокоду Натали. Здесь напишу, и напишу, конечно же, в описании еще раз. Здесь, кстати, она будет до конца июля, дополнительная скидка 5%. Она не суммируется с другими промокодами, но, по-моему, с акциями суммируется. В общем, вводите в тот день, который выйдет это видео, да, то есть, сегодня, прямо сейчас, либо уже есть в моем Телеграм-канале по ссылочке в описании, либо появится в течение этого дня будет подборка ароматов, которые я вот считаю, что и так по очень классной цене, а с моим промокодом вообще будет по великолепной цене на сайте. Так что заходите в Телеграм-канал, также и читайте. Ну и подписывайтесь на Телеграм-канал Оренталь, потому что у них очень часто бывают там недели какого-то бренда, например, там неделю Ольф Эктив Студию, неделю там, это Либра Д'Оранж, и они в эту неделю делают очень высокую скидку, там под 20, бывает, под процентов на позиции. Так у них позиции и так по приятным ценам, ну, сами понимаете. Вот такой ароматик, он, кстати, на сайте стоит 6300, нам с промокодом около 6, за сотку, ребят, за сотку. Недооцененный бренд, вот причем мы с коллегами виделись буквально на днях на ВАСТ, и я как-то начала говорить про бренд, и мне человек говорит, а мне нравится Финистер, аромат, я интересно назвала название, Финистер, да, а мне очень нравится Финистер. Я такая, господи, я тоже влюбилась в Финистер. Финистер вообще это мыс на Испанском побережье, мыс Атлантического океана, и Финистер переводится как край земли, согласна с этим названием абсолютно. Следующий аромат, похожий на этот, но более, я бы сказала, не то чтобы комплементарный, но который стремится к комплементарности. Это аромат от бренда Габриэля Кефа, Аквасала, Мезон, по-моему, Габриэля Кефа, ну не помню как точно, либо просто Габриэля, по-моему, Мезон. Тоже бренд редкий, тоже бренд, ну его можно купить в интернет-магазинах, интересный. Кстати, мне кажется, и офлайн он тоже где-то представлен. Что здесь? Конечно, в комментариях к этому аромату я не могла его пропустить, потому что в комментариях люди просто там рассыпались. И вот к предыдущему там это восторг, это лучшее море, а к этому аромату это просто комплементарный аромат. Он такой, он такой особенный, он такой классный. Он классный, но он похож на предыдущий, но очень сильно сглаженный цветами. Здесь есть также нироли, здесь есть ирис и очень много смол. Здесь алюбанум, мира, какие-то еще смолы. Он буквально скруглен и сглажен. Вот он как раз на сладкой коже. Без кокосовых и прочих вот этих вот тропических нот, но с очень ясным ощущением, что на коже были либо цветочные ароматы, либо кожа с каким-то кремушком была сладко-цветочным. И вот к этому кремушку примешалась соль. Но соль здесь не на подпевках. Бывают ароматы, которые как бы декларируют, что у них будет соль в составе, но на самом деле ее там практически нет. Там есть много-много цветов и чуть-чуть терпости, которые они считают за соль. Нет, здесь соль прилично. Она как бы практически 50 на 50. Но в основном все-таки это нежные сладкие цветы со смолами. Вот такой аромат. Мне он понравился, но я как вот сказала, он как будто бы стремится к комплементарности. То есть он как будто бы хочет очень понравиться. Нет вот этой, знаете, попытки, есть попытка сыграть натуральность, да, то есть прям представить все как есть. Но при этом есть большая попытка позаигрывать, да, и сделать аромат таким, чтобы он нравился. Вот я не могу объяснить, чтобы он нравился. Он нравится, он реально нравится. Я бы с таким ароматом, наверное, пошла на улицу, но пропадает как будто бы яркая индивидуальность. Но тут уже, знаете, кому как что. Это я люблю какие-то такие прям вот очень странные бывают порой ароматы. Но не то чтобы странные, мне нравятся и красивые, естественно, я люблю красивые ароматы. Но имеется в виду, я люблю ароматы иногда такие ортодоксальные, когда человек такой, воу. Этот аромат более такой компромиссный. Следующий парфюм, я вот хотела его включить куда-нибудь быстрее в подборку, наверное, чтобы он прошел. Но я просто хочу про него рассказать снова. Это аромат от бренда Голливан, аромат Лондон. Почему? Потому что сейчас он мне кажется очень морским. Что-то в нем заиграло летом такое в жару, что он очень кажется акватическим. Я про него рассказывала уже, это аромат, посвященный Лондону. У бренда Голливан, который, в принципе, посвящает ароматы городам, городам. И сам бренд переводится как путешествующий, прогуливающийся Голливан. Здесь в составе розы, морские ноты и кожа. И здесь, точнее, не морские, а водные ноты. И здесь очень много воды. И буквально вот чуть было попрохладнее, было много-много роз. А сейчас очень много воды. В этом плане напоминает роз Атлантика. Одесс друга напоминает. Ну, салтифолия нет, наверное. Ну, в общем, напоминает какие-то ароматы с розой и солью, которые уже есть. И водой. Роза Сунайс напоминает немножечко. Но здесь кожаный аккорд, как раз вот кожа, которая здесь присутствует, она добавляет в воде немного такой, знаете, йодистости, терпкости. И как будто бы я слышу здесь море. Вот если бы я сидела на берегу моря с охапкой, охапкой роз, отдыхала бы где-нибудь, то, мне кажется, пахло бы в этот момент именно так. Но, возможно, не прямо море, то есть здесь не слышны какие-то водорослевые оттенки, да, оттенки вот такой чистой соли. А как будто бы вот где-то на побережье, в кафе, свидание, может быть, вечер, какой-то курортный роман. В общем, вы сидите с большим букетом роз. Кожа, не знаю, о чем пахнет кожа. Ну, в смысле, здесь есть кожаный аккорд все равно, даже независимо от того, что он и подыгрывает водному, все равно он как бы есть и сам по себе. Ну, в общем, пахнет кожей, возможно, кожаных диванчиках какого-нибудь, какой-нибудь веранды. Хотя кто же такое делает? В общем, и пахнет морем издалека. То есть без откровенных каких-то таких, я бы сказала, природных нот. Море облагороженное, море такое романтичное и, скорее, курортное море. Следующий парфюм, наверное, про который расскажу, но я чуть переставлю, будет по мере нарастания странности у нас композиция. Это будет неожиданно, но что не самое странное, это латекс от Юэрми. Люблю его очень, люблю его за его темперамент, за его необычность. Кстати, на днях также встретила свою подписчицу, буквально случайно, неожиданно, около парфюмерного. И она мне сказала, что вот, Наталья, я ваша подписчица, вы когда-то, меня очень сильно вдохновили купить латекс, за это вам огромное спасибо. Он один из моих любимейших ароматов сейчас. И мне это дико приятно, потому что я очень люблю, когда люди влюбляются вот в такие вот интересные, необычные штуки, открывают для себя прям что-то очень новое. Латекс – это аромат прохладного моря, я бы сказала, утреннего. Буквально, когда никого нет и еще не появилось, может быть, что не наплывало, бывает, что море накидывает тину постепенно там со днем. И вообще после большого количества людей, побывших на побережье, появляется вообще около побережья запах такой, он как бы тел, моря, какой-нибудь уже грязи взбаламученный, растений. И все это все тоже очень романтично звучит, по-своему прекрасно, но нет такой чистоты. Это утреннее море. Здесь есть запах латекса, да, здесь есть этот запах синтетики. Ну, я не знаю, мне кажется, вот если представлять себе самую странную картинку, то это человек, возвращающийся с Вокбала, где-то в Сочи утром, ну или не в Сочи, да, я просто не была, я была там в Египте, в Турции, я просто не представляю себе такой ситуации, но на других побережьях, к сожалению, не была. Вот он, ну пусть будет какая-нибудь адриатика, я не знаю, или в Испании в той же самой, возвращается, значит, он утром с Вокбала, у него все еще такие латексные перчатки на нем, а здесь утреннее море, оно такое прохладное, спокойное, но оно неприветливое, как вот в предыдущих ароматах, например, в первых двух, где оно такое ласкает вашу кожу, вы только что искупались, оно неприветливое, оно вас не ждет, оно холодное, оно задумчивое, около него хорошо посидеть, но в него лучше не заходить, оно не будет ласкать ваши пяточки, оно может вдохновить вас на какие-то мысли, но вот этот латекс, который там незримо и зримо присутствует, это, конечно, прям буквально возвращение с Вокбала, не знаю, либо это очень пахнет такими пластиночками новыми, и я это тоже себе могу представить, пластинки, не знаю, запахи моря из окна, это вот моя мечта какого-нибудь домика у моря, ставить музыку на пластинках, но это, знаете, какие-то слишком даже детско-романтичные мечты, я со временем начала их пересматривать уже, но я надеюсь, что вам стало понятно какое-то направление аромата, здесь, кстати, есть помимо латекса и сирень, понятное дело, морские ноты, мне кажется, здесь, ой, и винил, морские ноты, мне кажется, здесь даже шафран есть, удивительный запах, я просто ничего, ничего подобного больше не встречала в парфюмерии, и обожаю его с точки зрения и каких-то пластиковых рассказывать, и рассказывать про ароматы морские, тут у меня аромат ассциируется именно с этим. Дальше, наверное, по странности, а давайте сделаем вот так, у меня, мне даже стыдно показывать, это просто, вот я вот его так закрою, но вы издалека все равно видели, это побитый жизнью тестер Анджел Чампани, он не пережил того, что я делала из него от Леванты, он не пережил переезда, и этикетка очень сильно пострадала, плюс нет красивой крышки чампаневской, сейчас я понимаю, что тестер от большого флакона не сильно отличается, а красота вся в крышке в этом бренде, но вот кто видел крышки, тот поймет, это вот очень красивая, вот этот, как это правильно называется, роза, да, по-моему, в принципе, как и розариум, это вот окошко такое в католической церкви, вот в виде него сделана крышка, и в ней вся красота, но мы тут об ароматах, да, содержимом, Нокс это очень холодное и вообще никак не приветливое море, возможно, оно, ну, возможно, оно штормовое, скорее всего, для меня оно штормовое, оно дикое, оно не обузданное для меня, это аромат свободы определенно, когда я в нем хожу, мне очень хочется, вот, не знаю, расправить плечи, немножечко, вот, когда говорят, вышибать дверь с ноги, да, хочется, потому что оно дикое и буйное, но при этом, знаете, обычно вышибают дверь с ноги кожей, удами, ну, вот эта вот какая-то штампованная такая фраза, она обычно относится к сильным удам или к сильной коже или к гиперсладким таким ароматам, еще алкогольным, чтобы, знаете, вошла как императрица. Здесь хочется входить как гордая независимая, как, знаете, вот такая, которая действительно не зависит ни от кого, не хочет никому понравиться, но при этом завораживает одно, вот, если бы мимо меня прошли в этом аромате, я бы, наверное, голову бы точно свернула. В нем есть микстурность, здесь есть ощущение сильной полыни, хотя как такое полыни не заявлено, заявлено артемизе, не заявлено сильно микстурных нот, заявлено много, кстати, цветов, мимозы, лилия, по-моему, цикламен, на старте заявлено артемизе, естественно, соль и древесные и зеленые оттенки в базе. В целом это очень пьянящий микстурно полынный соленый аромат. Вот если бы дикое холодное море или океан сбунтовались, то это был бы тот аромат. Мне кажется, такой именно запах доносился бы с сильного ветра, срывающего, не знаю, все, там, шляпки, кепки, срывающие все вот эти зонты, просто море, которое прогоняет людей с пляжей, хочет побыть одной, побунтовать, но позволяет, да, там, каким-то, не знаю, путникам все-таки присесть у берега и полюбоваться им, конечно, то есть не настолько оно дикое и злое, но прогоняет вот этих вот размечтавшихся, разнежившихся на пляже людей. Класс, я вот сейчас вдыхаю, понимаю, что все реже и реже мне с ним удавалось найти общий язык, ну, так выходило, но сейчас очень хочется повторить, вообще, конечно, летом оно более прохладные деньки подходит, потому что солнце сильно разогревает эти цветы, и они начинают как-то странно, знаете, контрастировать с солью и немножечко драться вот за какое-то ненужное место, типа я цветочный или соленый, а вот когда попрохладнее, все это как-то вместе сглаживается. Ну, и еще один аромат, который просто шокировал многих в свое время, как оказалось. Я открыла английскую фрагу, а там просто, оуф, просто вообще ужасно, это лучший, худший, точнее, аромат из всего того, что было, а кто-то написал, боже, мау, вау, ну, как бы, знаете, мне очень нравится, английская фрага, она более эмоциональная, меньше романтизма вот этих вот длинных красивых постов, но больше типа, господин, зачем я вообще это нанес на себя, забудьте этот аромат навсегда. В общем, это аромат Электимус, Black Caviar, черная икра, а хоть где-то она у меня побудет, честно говоря, не пробовала, не нюхала. Но, когда я приобрела, я такая, ну, все, у меня дома есть черная икра, пусть даже 3 мл, это великолепно. Что по аромату хочу сказать. Я, когда его приобрела, я была, ну, вот этот ливантик, я там вместе с Олей, фиолочкой находилась, и мы с ней разговаривали об этом аромате. Я сказала, что в какой-то момент меня посещало ощущение, будто для меня слепое пятно, а она четко слышала, то есть есть какой-то компонент в этом аромате, который у меня как слепое пятно, я его вообще не слышу. Оля сказала, что пахнет морскими гадами, которых я, к сожалению, еще не ела, теперь очень хочу. Вот, вот, опять это произошло. В общем, вначале он стартует для меня какой-то горько-перченой бумагой, с дикой прохладной акватикой, но без соли. Здесь в составе, естественно, есть черный край и какие-то еще зеленые, соленые нотки. Потом я не слышу ничего. Возможно, так пахнут морские гады, потому что вот в этот момент я сказала, я не слышу. Может, так пахнут устрицы, может, ежи эти, может, тут еще так пахнет, но я ничего не слышу. Вот, и эта стадия сейчас продолжается, в принципе, мне вам рассказывать нечего, только лишь по воспоминаниям. То есть я мало что слышу в данный момент. Я вот пытаюсь пронюхать что-то, но ощущение будет, это бумага, на которой день назад был какой-то аромат нанесен. То есть ничего не понятно. Потом наступает новая стадия, в которой я снова слышу эту перченую бумагу, горький лимонный сок, как будто бы вот прям какой-то горечь просто, как будто из цедры выжимали, и чуть-чуть акватичности. И Оля вот слышит это как гады, на которых полили горький сок. Поэтому, если вы любите вот эту всю тематику, вы любите морепродукты в сыром виде, да, вы эстеты поливаете их горьким каким-нибудь, горьким соком, да, цитрусовым, и все это, чтобы еще пахло, знаете, как будто бы пахнет еще дорогой мебелью ресторана. То есть вот как будто бы протертые полиролью столы, вот диванчики, диванчики, что самое, диванчики. Кожа, вот все такое, их лакшери, прям, знаете, пахнет каким-нибудь, ну, правда, пропитанным полиролью, вот какой-то мебелью, прям, как будто все блестит и в глянце. И стекла обязательно должны быть в пол, такие, знаете, прям переливающиеся от чистоты. И ты еще сидишь, заказала себе, может быть, что там едят с гадами, ну, в общем, я бы заказала, наверное, вино, естественно, сухое. И вот у тебя, и тебе прекрасная тарелочка устриц, и ты ее соком так тык-тык. И вот эта полная картина, это Black Caviar. Я прочитала, что когда-то он был очень популярен, что, не знаю, что ли не там, хит раз пивов. Потом его популярность поутихла, и сейчас про бренд Электимус никто особо не знает. Но я хочу вам сказать, что я надеюсь, что он скоро придет, потому что на Васте они выступили, ну, как бы, представили такие интересные ароматы, что парфолюбители, блогеры, разные представители магазинов заинтересовались. И я очень надеюсь, что выйдет на рынок, потому что выглядят флаконы, конечно, как по мне, немножечко кринжово. Но сама суть, то, что там внутри, это великолепно. Там божественный ут, просто прекрасный. Там прекрасные почули, там что-то вообще невоображаемо красивое. Я очень надеюсь, что этот бренд выйдет вместе с регалием, потому что там дистрибьюция, так понимаю, одна. Ну, в общем, я надеюсь, что бренд появится, ну, и все будут нюхать икорку. Снова или, возможно, сначала. Вот у меня такая была подборочка морских необычных ярких ароматов, которые мне дико нравятся. Здесь было море и очень, просто очень дуристичное, очень приветливое. Была такая просто акватическая тематика. Было море прохладное, спокойное, было море бушующее. Ну, и были морепродукты, да, выплавшие к вам в тарелочку в ресторане на берегу моря или океана. Конечно, ароматов больше. Я надеюсь, что у меня будет аромат такие, вот как раз с нотками кокоса, инжира. Я вам про это тоже расскажу. Делитесь, какие у вас любимые морские ароматы. Мне очень интересна эта тема. И я с удовольствием послушаю ваши какие-то истории, советы. Подписывайтесь на мой канал, телеграм-канал. И подписывайтесь на телеграм-канал магазина Ориентал. И, конечно же, покупайте. Я еще раз вас призываю. Хороший сайт, прекрасные люди великолепно ведут телеграм-канал. И завлекают интересными, хорошими скидками. И цены, особенно с промокодом, вообще пушка. И помните, что мир полон необычных ароматов. Никогда не граничьтесь малым и всем.